Всем привет! В сегодняшнем гаражном зимном обзоре я расскажу о мотосумке на бедро. Сумка покупалась также на Алиэкспресс. На Алиэкспресс, в принципе, довольно большой выбор мотосумок на бедро, но, как правило, они довольно громоздкие, либо выглядят все-таки ближе под спортбайки. Эта сумка, она более аккуратная и, в принципе, очень подходит именно к езде на круизере. Сумка выполнена из корзана и, в общем-то, капрона. Крепится она простейшим способом, то есть ремень верхний крепится под поясный ремень, под петли джинсов, нижний, соответственно, вокруг бедра. В принципе, проблем с ней никаких не было в процессе эксплуатации, кроме замены некоторых частей, но об этом я расскажу позже. В верхнее отделение данной сумки, в принципе, вполне легко помещается. Это 5-дюймовый телефон, в нижнее, под вот такой вот хитрой защёлочкой помещаются документы, кошелёк, ну и любая мелочёвка, какую вы захотите с собой возить. С этой сумкой вы, наконец, забыть о запитых карманах и будете ездить комфортно и удобно. Так вот, по поводу того, что с ней случилось в процессе эксплуатации, то есть за сезон. Ну, во-первых, конечно, я поменял всю китайскую фурнитуру практически, то есть пластиковые детали на верхнем ремне на металл заменил, нижний поставил пластиковые, но также вот ломался пластик, ну, пластиковые китайцы довольно плохого качества. Кроме этого, одно из ушей крепления сумки вырвалось, я его подшил на место, в общем-то, и в целом больше никаких проблем с ней не было. Хочу ещё обратить внимание, вот в отзывах про неё очень много писали по поводу того, что ломается вот это вот крепление основное, поворотное, но с ним, кстати, проблем вот за весь сезон не было, то есть оно работает, оно не разломалось. Поэтому рекомендую данную сумку к покупке, выглядит она, ещё раз повторюсь, очень-очень хорошо на ноге, не мешает, вам удобно, то есть в процессе езды вы можете даже вынуть, в принципе, телефон сверху из отделения, и также удобно, допустим, зайдя в магазин, можете достать, допустим, кошелёк и любую-другую мелочёвку. Вот. На этом обзор подходит к концу. В следующем обзоре я расскажу про китайский шлем-модуляр Мичиру, заказанный с официального сайта Мичиру в России. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.